Добрый день! Что сказать по этому сезону? Твердая четверка, я думаю, мы наиграли на твердой четверкой. Если бы, конечно, по удачным сыграли в плыве, то можно бы оценку поставить и повыше. По игре, что можно сказать? По игре можно сказать, что неудачное начало. Были 7 угрожений подряд, потом 7 выигрышей. И таких провалов оказалось у нас 2. Потом проиграли еще и 5 матчей. Но эти 2 провала, в принципе, они тоже снизили эту оценку, которую я назвал. А так, в принципе, ребята молодцы. Остались, работали, бились. Здесь претензий к игрокам практически никому нет. За исключением, есть вот такие ребята, которые могли сыграть еще лучше. А так, большое спасибо губернатору Свердловской области Пурушеву Евгению Владимировичу, который приходил на хоккей, поддерживал нас и, естественно, и материально, и морально. И вообще всем спонсорам спасибо большое. Здесь и болельщикам, конечно. Болельщики здесь очень хорошие, поддерживали команду. И когда мы проигрывали, и когда выигрывали. То есть, у них не было, там, они делили, там, ругатели, они все время нас поддерживают. Поэтому спасибо большое огромное и болельщикам. И всем вообще всем спасибо за этот сезон. Ну, собственно говоря, тут Анатольевич так все сказал по игре. Я единственное, что хочу добавить, что ситуация немножко так, она осложнялась тем, что очень много новых людей в начале сезона появилось в коллективе, как в руководстве команды, так и среди игроков. Вот там такая была задача, во-первых, боеспособный коллектив сделать, во-вторых, объединить людей общими, там, целями и задачами. Мне кажется, нам это удалось. И сейчас вопрос о комплектовании, с одной стороны, уже будет полегче, потому что у нас все-таки, там, порядка 15 человек уже мы сохранили. Не так много нам нужно новых игроков, как в том году. Но, с другой стороны, ситуация осложняется тем, что в том году нас так серьезно никто не воспринимал. А сейчас все-таки уже другое отношение к нам будет со стороны соперников, более внимательное. Поэтому, я думаю, что нам будет сложнее. Ну, будем работать. Коллеги, главное уже сказали, конечно, главное в хоккейной команде – это спортивная составляющая. Я хотела бы добавить несколько слов о том, что ждет наших болельщиков в следующем сезоне. Ну, прежде всего, конечно, всех интересует там, что будет с абонементами, что будет с билетами, что будет с субъемерной продукцией. Буквально несколько слов, собственно, о том, что ждет. В следующем сезоне мы перешли, скажем, к нововведению для нас в клубе отходу от абонементов в карте болельщика. То есть, карта болельщика не будет хуже абонемента, она будет лучше. То есть, у нас также будет зафиксировано место, где человек приходит на каждую игру, покупается, скажем так, у билетов с определенной скидкой, но, собственно, что дает больше карта болельщика? Она будет интегрирована с банковской картой, с картой нашего генерального спонсора «Городкомкредита» и будет давать возможность еще расчета на арене. То есть, с ней можно будет рассчитаться в фудкорте при покупке, коккорна, лимонада, всего чего угодно, при покупке сувенирной продукции, ну и плюсом будут даваться дополнительные преференции. То есть, это будут скидки. Скидка на сувенирную продукцию 5%, скидка на фудкорт 5%, откроется также у нас новый ресторан к сезону, это будет спортбар, стейкхаус, ну, в который также можно будет ходить с этой картой, получать скидку в 15%. И еще такое новое направление, мы хотим все-таки привлечь их, чтобы это было более семейное мероприятие. По карте болельщика можно будет купить детский билет с скидкой 30%. Ну, то есть, для своего ребенка, если вы захотите его взять с собой на мероприятие, а на мероприятие сейчас уже можно ходить с детьми, в отличие от предыдущих сезонов, да, есть чем заняться. То есть, работает детский интерактив, который будет еще более, скажем, углублен и уширен. В холле можно купить напитки, еду, можно поиграть, поучаствовать в различных конкурсах. Самый большой из них, это вот сегодня мы подводим итог, это розыгрыш автомобиля, который был произведен как раз-таки среди владельцев абонементов. И мы обещаем, что прикладываем все усилия и будем, скажем, дальше улучшать качество нахождения внутри арены во время матчей, чтобы была не только интересна спортивная составляющая, чтобы был интересен весь поход в хоккей. То есть, от покупки билета до покидания арены. То есть, куда можно прийти с детьми, с родителями, с женами, с друзьями, посидеть, пообщаться, провести хорошо время, получить колоссальное удовольствие от живой игры, а не от просмотра его по телевизору. Ну и, собственно, как бы на память купить себе сувенирную продукцию. Также, наверное, новшеством будет еще открытие интернет-магазина. То есть, для всех наших болельщиков области будет возможность приобрести там кепку и шарф символикой любимой команды через интернет. Заказать дома, сидя у телевизора, никуда не выходите, и вы хотите получить свой заказ. Поэтому мы надеемся, что, как бы, эти новшества для болельщиков будут приятны и полезны. И, возможно, там сгладят и несколько там скрасят то, что, ну, билеты, к сожалению, на следующий сезон будут подороже. Это связано с тем, что сокращается финансирование клуба со стороны области. Ну, на это есть объективные причины. И, собственно, мы, как клуб, стараемся зарабатывать деньги на рынке. Наш рынок – это наши болельщики. Поэтому вопрос у нас нас в этом поддержать и понимать, что все деньги, которые вы заплатите за билеты, они пойдут на развитие команды. Сказали, что не все игроки выставлены на том уровне, на котором были выставлены. Кого-то конкретно можно сказать? Нет, за счет фамилии говорить это будет не очень красиво. Я думаю, что самое главное, что они знают. Мы знаем, и они знают. И я не вижу смысла наносить свой язык, из них были. У этих игроков вставляют на следующий сезон или они выходят из команды? Скорее всего, нет. Меньше будет изменений, чем в том году. То есть, конкретные какие-то моменты? Ну, понимаете, какая ситуация? Тут ведь речь идет о чем. Берем там игрок Иванов. Нужен? Нет. А за 10 рублей – да. А за 100? Нет. То есть, кто на рынке? Это же такой же товар. Мы смотрим там условно. Вот нам кажется, что вот этот игрок, он нам не подходит. Но когда мы смотрим, что происходит на рынке, что там еще хуже люди или еще дороже. Мы говорим, ой, нет, пожалуй, надо этого взять. Поэтому тут ближе к делу будет понятно. Сейчас так вот сложно сказать. Леонид Владимирович, у нас есть вторая команда. Скажите, пожалуйста, какие планы следующие сезон? У кого? У команды. Мы кубу Гагарина будем выигрывать. Не, ну понимаете, в чем дело? Вот такие вопросы задают команды, участвуют в соревнованиях. Все вышли, у всех нуля очков. Все же хотят выигрывать. Понимаете, в чем дело? Тут мы вообще на это не смотрим. Мы вот смотрим, выходим, вот у нас следующая игра. Нам ее нужно выиграть. Вот у нас основная задача выиграть следующую игру. А там бедный будет. Ну и же какая-то стратегия победы там. Никаких стратегий. Вот следующую игру выиграть надо. Просто вот следующую игру. Пожалуйста. У меня вопрос к Ирониду Мадленовичу тоже по североамериканцам. Вот в прошлом сезоне был, так скажем, неудачный опыт с Эриком Беланже и был удачный Сандро Левон. Вот планирует ли автомобилист приобретать игроков из североамериканских лиг в перерыве. И вообще, как вы думаете, нужны ли они в континентальной хоккейной лиге в целом? Если вот мы смотрим сейчас плей-офф, Магнитка играет, там хоть и канадский тренер, но результат делает тройка Зарипов, Мазякин и Ковыш. Спасибо. Ну, с моей точки зрения, национальность вообще не принципиальна. То есть канадец, папуас, там кто угодно. Главное, чтобы он продуктивный был, да. Что касается, знаете, я в свое время в НХЛ когда работал, и была такая дискуссия, там много очень, ну писали, что вот там наши игроки, кто-то приезжает и говорит, вот там русских не любят, там туда-сюда. Я спрашиваю там свое руководство, слушай, действительно так вот, что русских не любят там в НХЛ. Они говорят, понимаешь ли, они, вот пока они играют, это Ягор, Сундин и Федоров. Как только они перестают играть, это чех, русский и швед. Поэтому вот это вообще абсолютно никак не связано с вопросом национальности, там откуда этот игрок. Мы будем ориентироваться только на квалификацию. И то, что Мазякин, вы понимаете, в чем дело? Ну, Мазякин, а до этого был Ягор, а до этого был, я не знаю, Червенко. То есть, Сергей Мазякин, понятное дело, тут это никак не связано с национальностями. Ну, то есть, вы планируете смотреть за океанских игроков, принимать в расчет? Я еще раз говорю, для нас основной критерий это уровень игрока. Да, национальность, да, будет влиять. То есть, если уже совсем все одинаково, там, пожалуй, там, ну, может быть, там, чехам там проще адаптироваться, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, нам нужен будет какой-то духовитый человек, а это канадцы, понимаете? Тут вопрос в том, какая потребность. Антон Андреевич, после четвертого поражения от Баловыцкого, от первого раунда, вы говорили, что, в принципе, вам понятно, почему вы проиграли, да? И, ну, вы хотите распространяться вот на эти причины. Вы сейчас уже готовы сказать о каких? Почему вы? Да, ну, мы уже разобрались в команде, собрание было, все это мы сделали. То есть, смысла я не вижу, что вы на это. Говорите что-то там конкретное. Есть над чем работать, да, вот есть над чем работать. Будет отправлять свои ошибки и не повторять тех, которые сделали в этом сезоне. То есть, какие-то конкретные ошибки можете сделать? Да, ну, не надо зачем, лично, командно. Ну, вот вопрос по защитникам. У нас только вот на данный момент я вот вижу, что у вас только защитник, Айписта и Викунт. Вот, а остальные, как бы... Полузащитники. Полузащитники, да. И то их, ну, долго усилили, если можно так назвать, исповсиление. Не Галинским, то есть, мощный парень, да, вроде бы с головой все в порядке. Но вот по остальным, я бы как бы не сказал, планируется ли вот что-то по защите какие-то мысли какие-то есть. Вот, допустим, тоже Никита Трянкин, да, вроде бы здоровье есть, но не тянет он на КХЛ, допустим, к примеру. Второй момент. Значит, капитан нашей команды тоже что-то вы планируете пересматривать. То есть, Сергей Бусин. То есть, имя уже, как бы, известное, но он уже в прошлом. Этот человек уже в прошлом. И он отыграл уже свое. И вот на данном, в данном даже сезоне он ничего не показал. У него показатель полезности минус два. Это у капитана команды. Спасибо. Пожалуйста. С моей точки зрения, у вас очень примитивный подход вообще к этой проблеме. Начнем с Трянкина. На всякий случай, это один из самых талантливых юниоров мира. Человек стоит в рейтинге Red Star, один Red Line, вернее, НХЛовском. Один из самых высоких вообще. Это один из самых талантливых игроков страны. Основной защитник сборной, молодежной. Вы не забывайте, что он 1994 года. Вы говорите, что он не соответствует уровню КХЛ. КХЛ, я сказал. Я понимаю, о чем вы говорите. Я же тоже не кукурузу охраняю. Я хочу сказать, что Трянкин, это один из самых талантливых защитников страны на сегодняшний день, молодых. И он 1994 года. Вы так внимательно, я смотрю, статистикой занимаетесь. Вы посмотрите, сколько игроков 1994 года, защитников в лиге вообще было. И сколько кто из них сыграл. Что касается Гусева, минус два, это все понятно. Но есть же не только эти критерии, плюс-минус. Существуют еще и такие вещи, как авторитет человека в раздевалке. Кто-то должен стать, кто-то должен сказать, кто-то должен сделать замечание тому же Малыхину из более опытных игроков. То есть тут существует много других критериев, по которым мы смотрели. А если в целом брать, конечно, я бы хотел иметь защитников уровня, предположим, Кольцова. Но это совсем другой ценник. Это примерно вся наша защита и плюс еще 5-6 наших нападающих стоимость одного такого игрока. Поэтому, как говорится, кто на что... Ну, может, то, что может себе позволить, тем и располагает. Продолжение следует...